Кипит, бурлит праздничная жизнь здесь, в городском парке культуры и отдыха. Различные активные зоны привлекают жителей от мала до велика. И, конечно, цирковые артисты создают особое настроение. Активно, позитивно, культурно, атмосферно. В погожий субботний день на празднии города Щелково в парк и на улицу Пушкина народ с удовольствием шел за позитивом и отличным настроем. Всем пришедшим было чем заняться и на что посмотреть. Выступления творческих коллективов, мастер-классы, культурная программа. На улице Пушкина для любителей острых шахматных ощущений прошла одновременная игра. Можно было покататься на лошадях, пострелять в тире. В целом все для полноценного отдыха и создания настроения. На центральной сцене коллективы Округа устроили яркое представление, которое завороженно наблюдали зрители. Как вам представление? Нравится нам. Вам нравится? Да! Прекрасный праздник, у всех хорошее настроение, хорошая погода. Радится тебе здесь? Да. Творчество царило в парке и в сольной интерпретации. Трио музыкантов исполняли хиты русского рока, привлекая желающих добавить вокала. Юный житель Щелково Михаил поделился своим видением города и не постеснялся присоединиться к артистам. Группа крови на рукаве, мой порядковый номер на рукаве. Это город солнечных часов, парк солнечных часов, солнечный город. И совсем юным и весьма взрослым было чем заняться в самый пик дня. Малыши строились в очередь на аквагрим, тянули родителей покататься на пони и лошадях, с удовольствием играли в активные игры, смотрели цирковое представление. А жители и гости постарше могли приобщиться к культуре и истории. На улице Пушкина сразу на нескольких тематических зонах было чем ум занять. Интерактивная площадка, посвященная деятельности организации «Красный крест» в России, стала местом, где можно было узнать и о культуре и традициях казачества. В рамках Дня города мы представляем «Красный крест», который празднует в этом году большой юбилей 150-летие со дня создания русского отделения «Красного креста». Наш центр кадетский, Щелковский, имеет основную форму, как форму 2014 года, когда «Красный крест» особо себя показал героически. Нас пригласили поучаствовать в этом мероприятии, представить русских солдат этого периода, представить некоторые подлинные вещи, которые у нас есть в Новом Кадетском музее. Источник знаний и место притяжения читателей центральная библиотека также подготовила увлекательную программу для зрителей. Летнюю читальню разместили прямо на траве. А еще в этот день навстречу приехал известный писатель Сергей Литвинов. Он пообщался со зрителями и презентовал новую книгу. А совсем рядом разливали ароматный чай. Подачу напитка представили в интересном формате импровизированный чайный под оригинальным названием «Роман с чаем». Вдохнуть восточные ароматы и насладиться волшебным чаем можно здесь, на улице Пушкина. Вот такая миниатюрная чайная предлагает всем желающим попробовать самые необычные и самые разнообразные сорта этого замечательного напитка. На улицах и в парке в день рождения родного города Щелково народ гулял, наслаждаясь днем и предвкушая не менее яркий вечер. Лилия Тимиева, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.